Привет! Такая ситуация приключилась. Вытащила перчатку, потянула и оторвала один палец. Что я сделала? Я одела один пальчик на один палец и обработала себе подмышку. Я так подумала, если у вас нет перчаток. Может по деньгам как-то не получается. Можно купить в аптеке на пальчник, который плотно будет сидеть на вашем пальчике. Посмотрите, что будет дальше. Сейчас я хочу попробовать опять. Смотрите, пальчик уже начинает рваться. Я лучше обрежу его. Я просто его обрезаю. Это такой лайфхак. Вот она сейчас говорит лайфхак. Одеваю его на один пальчик. Дело в том, что это просто находка для меня была. Рука точно не потеет. Кто переживает, что руки потеют? Рука не потеет. Лето жарко сейчас. Что мы делаем? Одной руки я... Ой, не на ту руку. Извиняюсь, не на ту руку одела. То же самое я могу также одеть на другую руку. Но указательный, конечно. Указательным удобнее работать, что вы привыкаете работать. Вот. Сделаю из перчатки на пальчик. Пальчик один. Можно сделать и два пальца одеть. Ну, перчатку чего рвать на пальцы. Я к тому, что можно два пальчика купить. Если это ноги или что-то, можно на все четыре одеть. Дело в том, что съезжать пальцы не будут. И рука будет свободная. Теперь, что мы делаем? Ну, естественно, я все это обработаю. Я просто быстренько так, резко сделаю так. Я делаю себе. И дело в том, что одну подмышку я правда обработала таким образом. Теперь я хочу обработать вторую. Я просто хочу показать, как работает этот напальчник. Я просто обработаю вторую. У меня волоски тут почти незаметные. Потому что я постоянно делаю эту процедуру. У меня их мало. Но они уже подросли. Нет времени самой себе сделать. Дело в том, что, говорится, сапожник без сапог. Теперь я так же протираю обязательно. Что же надо, чтобы все было правильно? Что буду себе как попало делать? Вот. Протерла. И теперь на пальчик, на один я просто добавляю пасту. Паста у меня здесь плотная. Сейчас лето жарко. Сейчас лето. Июнь. Я к тому, что это видео буду смотреть не только те, кто посмотрит это на днях, а еще те, кто посмотрит это, может быть, зимой. В кабинете очень жарко. У меня солнечная сторона. У меня солнце здесь палит. И вот, смотрите. Поставила. Я к тому, как будет съезжать этот резиновый пальчик с руки моей. Сейчас немножко тянутся волосы, потому что есть длина. Ну, она вообще не прилипла, да? Только на волосах прилипла. Поэтому что делаем? Ставим. И ждем, когда подтает. Я не грею пасту. И так жарко. Куда еще греть? Чтобы она тут потекла, и тут потом можно было... И она во все стороны будет летать у меня, только от кожи вставать не будет. Вот. Медленно-медленно протягиваю. И сама себе удобно мне удалять. Я знаю, как у меня растут волосы. Так я их убираю. Так. Вот сейчас она хорошо зацепилась. Руку я как можно дальше... Я гнусь хорошо. Как можно дальше запрокину. И еще разок. Вот сейчас я чувствую, как она уже подтаяла. Палец остался... Перчатка на пальце осталась на месте. Волоски выдрались. Еще разок. Медленно. Жарко. Я уже поработала просто, я уже сама вся вспотела. Жарко. Жарко. Сейчас возьму еще. Приталькую капельку. Поставила. Жду, когда подтает. Медленно-медленно качусь. Не тянет. Главное, что паста не тянется за перчатками. Не тянется у меня за пастой перчатка. На пальце на моем, который одета. Вот она как была, так и есть. Опа. Давай иди сюда. Так, я не могу сделать покрупнее, да? Вот так. Так, стоять. Прикрепилась на второй мой палец. Мои пальцы. Ну, ничего страшного. Перчатка, пальчик на месте. Я думаю, что если вы два оденете пальчика, будет точно так же хорошо. Ать. Побер. Стоять. Рука не потеет. Кто там переживал, что потеют руки? Ничего не потеет. Все дышит. Работает один пальчик. Это я себе работаю. Я же так же могу с клиентами работать. Не обязательно всю руку. Можно нахрен эти пальцы обрезать на этой перчатке и все. Хочу посмотреть. Ой, у меня же такая штучка есть тут. Так. Сейчас. Натягивать надо хорошенько руку. Хорошенько надо натягивать руку. Что я хочу сказать. Как было? Был этот пальчик натянут у меня на пальчик. Будет показать. Удобнее. Так он и есть. На чернофоне может быть видно. Вот он. Вот он. Порвавшись. Отпорвавшись перчатки я отрезала. Тут даже нет никакого фиксатора. Здесь ничего не сдавливает. Обыкновенный вот край. Гладкий. И вот я одни пальцем сделала. Почему-то я подумала, что это будет замечательно, удобно. Потому что не обязательно всю руку в перчатке. Зачем? Если вас потеет. Вы не касаете. Вас на руку не касается паста. Если только антистресс делать, да. Это можно на другую руку одеть полностью в перчатку. А та, которая рабочая, вполне хватит и двух пальцев. Ну, может быть, три. Там кому-то надо. Отрезала эти все пальцы, перчатки. Одела. Руки не потеют. Замечательно все. Сейчас такая ожирище, что вполне возможно, что может все потеть. Поэтому попробуйте прикольно. Сделала случайно. Оторвался палец на перчатке. И одела этот палец. И не спадывает, не сползает, ничего. Держится крепко. Я обработала одну подмышку. Вторую я обработала тоже тем, который оторвался. Этот я уже отрезала. Перчатку. Поэтому вот. Вот она, отрезанная перчатка. Отрезанные пальчики от нее. Фокус не дался. Еще разок. Потому что там нет пальцев. Дальше. Чем бы дитя не тихило, если бы не плакало. Вот они. Вот моя перчатка без пальцев. Так что не выбрасывайте перчатки, которые у вас порвались. Вы просто обрезаете там пальцы. Оставляйте себе. И когда они тебе пригодятся. Даже если вы работаете двумя пальцами. Видите на перчатке, что целые пальчики. Ладно, не буду про это говорить. Всем пока. Пробуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok